На автосалоне в Нью-Йорке компания Kia показала рестайлинг седана Optima. Мы уже рассказывали вам про обновление одноименного универсала, которое произошло в начале марта в Женеве. А сейчас пришла очередь седана. Именно он приедет к нам в Россию уже в третьем квартале этого года. Кроме немного видоизмененных фар и радиаторной решетки, Optima получила дневные ходовые огни, которые теперь имеют некоторое сходство с Kia Stinger. Также появился целый ряд акцентов, которые призваны сделать Optima более спортивной. В их числе новые светодиодные противотуманки, два эффектных патрубковых лопной системы и новый дизайн колесных дисков диаметром от 16 до 18 дюймов. В отличие от Hyundai Tucson, на котором американцы отказались от турбомотора 1.6 и робота с двумя сцеплениями, на Optima этот мотор остается. Optima с двухлитровым турбомотором, который у нас продается под именем GT, в Америке получил спортивные кожаные кресла на манер европейских. Они, кстати, могут быть даже двухцветными. Кроме спортивности, новый седан стал еще и более безопасным. Во всех версиях, кроме базовой, предлагается целый комплекс помогательных систем. Он отвечает за поддержание безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, экстренное торможение, слежение за дорожной разметкой и адаптивный круиз-контроль. В салоне обновленная Optima может похвастаться видоизмененной мультимедийной системой UVA. Она отличается более тесной интеграцией со смартфонами на базе Android и iOS. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...